Говорим о прославлении в церкви первого века. Вы помните, что нету такого различия резкого, что Иисус, Он новую религию придумал, Он отказался от иудаизма, а как некоторые считают, да, верующие, кто были? Евреи, жившие в еврейской культуре, да? Поэтому особой разницы, они ходили в тот же самый синагоги, да? Они только единственное, что они славили, Ишуа. И это они делали в неформальной обстановке. И, видите, сейчас вот думают многие, что собрания вот такие были официальные, или, допустим, вот сейчас хлебопреломление, многие перед хлебопреломлением постятся, да? А как написано в Писании? Если вы голодный, кушайте на здоровье, да? То есть это были неформальные общения. Люди собирались по домам, да? И подсобирались они в субботу, почему говорят первый день недели, да? Первый день недели. А когда это было? Это было после шабата. Вы помните, что первый день недели начинается вечером, да? Была хавдала. И если эта хавдала началась где-то часов шесть, вполне кто-то к двенадцати часам мог отключиться. Но это не было в воскресенье с утра, правда? И что они сидели весь день. Это было обычное субботнее служение, которое называется хавдала. И это проводится дома, в семейной обстановке, неформально, правда? Вы помните, когда вы сидите, написано в церкви. То есть это показывает, что в церкви не стояли по сторонке смирных, как, допустим, в православном храме. А что делали? Сидели. И это были в вечере общения. То есть именно общение. И в процессе этого вспоминалось кровь еще, да? И потому что в субботу благословляют вино? Благословляют. Хлеб благословляют? Благословляют. Это не было какой-то особы, которые готовили там, и тот хлеб, который ели в то время, и те люди ели. Если это было на Песах, то это было, конечно, Маца. Если это было не на Песах, то это, скорее всего, было хала в субботнее, правда? То есть мы должны себе представить, что это было совершенно по-другому, как мы сейчас вот думаем. Мы уже отошли от той культуры, которая была тогда. И в то же время они ходили в храм. И они пели такие же песни, прославляющие Бога. И были песни застольные. И тоже прославляющие Бога, правда? Вы знаете, что Петр, например, и мы здесь вот не можем по Писанию судить, но есть устные предания. Петр был хорошим музыкантом и певцом. Вот Симон Кифа. Он был хорошим музыкантом, певцом. И даже есть некоторые его псалмы, которые он сочинил, сохраняются до сих пор в ортодоксальных седурах еврейских. Можете себе представить. Поэтому не было такого разделения. Вот это мы церковь, вот это мы так делаем, да? Или по-другому. Они забирались по домам, где прилавляли хлеб, молились, славили Господа, служили друг другу в близких отношениях. Вот это была домашняя церковь. Помните, церковь – это не собрание, не здание, а что? Собрание верующих, да? Люди встречались по домам, причем ежедневно. Но иногда они встречались на больших служениях в открытых дворах храма. Вы знаете, что в храме было много различных восточных, западных притворы. И там находились различные религиозные группы евреев. И даже в храме было место для мессианских евреев. Вот я, когда писал тест, забыл, какой это был, восточный или западный. Саша, помнишь? Западный или восточный притвор храма, где собирались христиане? В общем, был тест. Я так не ответил правильно и до сих пор не помню. Но они, когда уже начались гадения, естественно, они в храме уже не собирались. Но все равно они делали те же самые вещи, что делали до праздники все другие евреи. Поэтому не было такого разделения. Были и церкви, в которых были евреи и язычники, правда? Но все равно, кто главную роль играл, кто погоду делал? Евреи, правда? Поэтому прославление было действительно еврейским. Здесь у меня цитата по учебнику из Mission Impossible «Типичное служение и поклонение в ранней церкви». Какое же оно было? Ни один человек, живший в первых столетиях, никогда не видел церковного здания или часовни с витражами, кафедры или трибуды, скобеечек со спинками, песенников или церковных бюллетней. Не было различия между духовенством и мирянами. Никто не носил пиджаков и галстуков, а забрание не придерживалось определенной литургии. Большинство из перечисленных стало частью церковной традиции не раньше, чем тысячу лет тому назад. Давайте представим себе, что мы идем по улице Рима начала II века, направляясь на обычное церковное богослужение. Мы видим, что место собрания – это большой дом, находящийся во владении одного из членов церкви. Так как дом большой, то группа может состоять из 50 членов. При проведении служения в меньших домах группы могли делиться на две части. Люди сходятся при закате солнца. Большинство верующих кто были? Рабы, да? Им не устраивали специальные воскресные дни для того, чтобы они шли на служение, да? И субботу не все могли соблюдать. Поэтому они собирались вечером, и, как мы видим, когда был Хавдала, тоже, это есть описание в Дениах апостолов, первый день недели, то есть это по-нашему субботу вечером было собрание. Люди сходятся при закате солнца. Служение проводится по вечерам, так как большинство людей вынуждены работать целый день. Войдя в дом, вы видите большой открытый двор. На первый взгляд, все происходящее может показаться вам какой-то вечеринкой. Некоторые играют на флейтах, лирах, тимпанах, в то время как другие поют и хлопают ладоши. Некоторые члены группы встают и, взявшись за руку, танцуют танец, главное, напоминающий еврейский кругу. А какой они еще танцуют? Еврейский, конечно, танец. Хора, да? Хора, это и есть танец по кругу. Хоровод. Вы вдруг оглядываетесь по сторонам на мгновение, усомнившись в том, туда ли вы попали, но прислушавшись словам песен, которых прославляется имя Иисуса, понимаете, что не ошиблись. Когда песни немного утихают, люди стоят на колени перед Господом, большинство из них поднимает к нему руки. То, что вы видели, и есть поклонение ранней церкви. Их поклонение, и прославление было основано на псалмах Давида. В первой Коринфянам описана трапеза, которую проводили Павел, Петр, Иуда, и они назывались вечерей любви, или Агапе. И это было, видите, вечеря. То есть, что вечеря? Совместное принятие пищи. У нас вечеря по-украински, что означает? Ужин, да? И это означало то же самое. То есть, не было совершенно такого, то, что мы сейчас привыкли видеть. Я не говорю, что то, что мы сейчас делаем, это неправильно, да? Ну, просто были служения в синагогах, были служения в домах, да? И они отличались друг от друга. Когда начались гонения на еврейства, вы знаете, в первом веке нашей эры, они, в общем-то, запали почти с гонениями на христиан. В 70-м году был разрушен храм, в 80-м году был построен Колизей. Помните? Знаменитый. Почему? Потому что рабов уже было столько, что не знали, куда их девать. И это были и евреи, и христиане. И те, и другие погибали на арене. Вот я вам давал документальный фильм про Колизей, посмотрите в свободное время. Первое такое гонение на евреев было в 19-м году н.э., когда римский император Тиберий повелел изгнать евреев из Рима. С этого момента началась политика систематического преследования евреев. Римские завоеватели отняли у Санхедрина, или, как мы говорим, Синедриона, у Верховно-Еврейского суда почти все полномочия законодательства и судопроизводства. И это привело к еврейскому восстанию в 66-м году. Вы помните, более миллиона евреев, что было? Физически уничтожено, да? Иудея лежала в развалинах. Но мессианские евреи, так получилось, что они пострадали меньше, чем другие евреи. Почему? Потому что, не помня то, что предрекал Иешуа, вышли из Иерусалима. Поэтому император Испасиан и Тит, они не казнили в начале мессианских евреев, а выслали. Выслали и выслали, вы помните, на Кавказ. На Кавказе, в Армении и Грузии. И в III веке сначала, кажется, Армения, а затем Грузия, приняли христианство значительно раньше, чем оно официально было признано в Рийской империи. Затем началась эпоха гонений и на христиан. Вы помните Нерон знаменитый, да? Он практически уничтожал христиан страшными. Их сжигали на крестах, обливали смолой, сжигали на крестах, то ли были ужасные гонения. И евреи, и христиане рассеялись, да? Еврейские христиане рассеялись по всей Римской империи. Удивительно, что в Римской империи 10% составляли евреи. Это не были евреи Римской империи только потомками Авраама в физическом смысле, но очень много потомков было духовных. Потому что в то времена иудаизм проводил активную миссионерскую деятельность. И большинство этих, так сказать, неевреев и евреев, кем они стали последующими христианами, правда? Потому что христиане предъявляли меньшие требования в смысле обрезания, в смысле выполнения 613 заповедей, чем христиане. И кроме того, активная евангелизация происходила практически везде. Были времена, когда евреи гнали христиан, были времена, когда и евреи, и христиане страдали, а затем настали времена, когда христиане стали гнать евреев. И миссианские евреи были вынуждены уйти в подполье, а затем постепенно, уже после 325 года, вы знаете, было постановление, что можно быть только либо евреем, либо христианином. И таким образом христианская и еврейская литургия, они разошлись. Говоря о евреях-рассеянии, нужно говорить о том, что рассеяние имело и отрицательный, и положительный смысл. Видите, отрицательный смысл – это страдание евреев. Но не всегда евреи страдали. Были времена, были страны, в которых евреи жили весьма неплохо, и даже многие царские династии имеют кровь еврейскую, в частности Габсбурги, а также династия Рюриковичей. А Романовы, вы знаете, а не Петр Первый. Мать его была караимка, то есть татарская еврейка. Так что его можно вполне тоже считать. Караимом не зря. Говорили про Петра Первого, что жиды царя подменили. Понимаете, во всяком есть, да. Но были и времена плохие. Для евреев. По-всякому было. Итак, Галут – рассеяние. Галут – это буквально означает, в переводе с евреи, это что? Качение. Галут. Галут. Галут – качение. Катиться. Гал – это колесо, да? Помните? Гал-гал. Гал-гал. Гал – это колесо, волна. То есть, сказал Господь, а катитесь вы все в стороны. И они покатились. И были положительные стороны. Во-первых, евреи своей культурой, высокой культурой, которая направлена на прославление не языческих идолов, а Господа, они отдавали эту свою культуру другим народам. Во-вторых, евреи перенимали все лучшее от других народов. Правда? И потом, когда мы видим сейчас современных евреев, нам трудно даже определить вот советские песни, да? Они еврейские или русские. Когда сделали фотографию идеального образцового солдата Третьего рейха, оказалось, что это еврей. Когда Гитлер указал вот это женщина, это актриса, ее Гитлер очень любил как актрису, Марлен Дитрих, образец арийской расы, оказалось, что она еврейка. Да? Вы знаете. И у нас многие тоже думали, что это, значит, русские актеры, русские писатели, русские композиторы, оказалось, да? Но они по праву считаются русскими. Согласны? Почему? Потому что это и русская культура, и еврейская. Вот такой удивительный симбиоз еврейской культуры и культуры тех народов. Вот мы этому и посвятим часть сегодняшнего занятия. Мы говорили, значит, эпоха и знания. Россияник. Галут. 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 И этническая, однородная, еврейская община называется Эда. 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 Слово Эда, Айн, Далет, Гей, обозначает этнический, однородную общину. И да, слово Эд означает свидетель, да? Эда, свидетельница. Евреи кто? Свидетели Бога. Евреям дана Тора. И евреи Тору давали другим людям. Правда? Евреи сохранили Тору, слово в слово, букву в буквочку. И сейчас мы можем точно знать, да, подлинность Торы. Когда проверяли подлинность тех документов, которые переписывали, переписчики, то, в общем-то, достоверность с веками, да, падала. Вот тоже Авидия, Горация переписывали и так далее. Но когда определили, взяли ранние списки Торы и сравнили с поздними, да, оказалось, что практически очень незначительная разница. Бывает иногда не без этого, но практически разницы нет. То есть мы видим, что евреи сохранили Тору. И вы знаете, это, по-моему, вы говорили, что пришел кто-то в музей в нашу еврейскую библиотеку и показывает Тору, говорит, это еврейский вариант Библии. Вы знаете, что все Библии, какие есть, это разные варианты. Но еврейская Библия, она такая, какая и была записана. Правда? Итак, значит, смотрите, мы еще раз говорили, что евреи обогащали своей культурой все другие народы. Это запишите, да? Вот, евреи, второе, сами брали лучшее из всех народов, да? Третье, что евреи? Несли Тору и сохранили Тору. Несли Тору другим народам и сохранили Тору. Первое, обогащали всех своей культурой, да, своей музыкой и так далее. Второе, они сами обогащались. Евреи очень перимчивый народ. Евреи очень перимчивый народ. Вот в этом отношении у японцев еврейский характер. Ну, я говорил, что японцы это тоже замаскированные евреи. И третье, они сохранили Тору, да, и передавали Тору всех народов. Ну, еще, вы знаете, большое значение было то, как народы относились к евреям. Это был пробный камень для всех народов. Об этом сказано, что когда настанет в последнее время, Бог будет судить, как будет судить? Народы, да, народы, в зависимости от того, как они относились к евреям. Потому что, когда Ишуя говорил, это, да, и церковь тоже частично, но в данном случае это пророчество относится именно к евреям. И когда евреи рассеялись по всему миру, вы знаете, что нет ни одной страны, где нету евреев, образовались три таких крупных культурных группы еврейских. Три культуры. Соответственно, трем основным культурам Галута, культурным центрам Галута. Первое. Ашкенас. Ашкенас. Ашкенан это что? Германия. Помните? Слово Ашкенас Ашкенас. Ашкенас означает Германия. Это слово есть в Библии. Есть. И оно обозначает, что западную Европу, север, запад и восток Европы. За исключением южной латинской части. К Ашкеназам относятся все Украина, восточная Европа, Белоруссия, Украина, Белоруссия, Восточная Европа, Польша, Балканы, некоторая часть Западной Европы, это Франция, в Голландии есть и Ашкеназы, и Сефарды, в Америке есть Ашкеназы, есть, около 4 миллионов евреев переехало в Америку. Сейчас евреев в Америке больше, чем в самом Израиле. И там есть и Сефарды, и Ашкеназы, но преобладают все-таки Ашкеназы. Да, Германия, Западная Европа, я говорил, Германия, Франция, в Голландии есть, я еще раз говорю, в равной степени и Ашкеназы, и Сефарды. Также частично в Турции и Греции. Частично в Турции и Греции, хотя в Турции и Греции есть и восточные евреи. Дальше. Сефарды. Сефарды от названия Сфарад. Сфарад, да? Сфарад это что? Испания. Потому что в Испании, говорят, тысячи дети расцвета, ну, в действительности это меньше, чем тысячу лет продолжалось, ну, почти. тысячу лет, да. До того, как началась деятельность инквизиции. Значит, Сефарды это Испания и приближающие с ней части. Это Испания, Марокко, Египет и так далее. То есть, вот эти, в Египте есть и восточные евреи. Северная Африка в основном, да? Испания, Северная Африка. А также Италия и тоже в Греции есть и Ашкенадзе и Сефарды. И восточные, и восточные Мизрахи. Мизрахи. Да, третья группа. Вот они у меня, эти три группы. Можете посмотреть. Видите, эти круги. Они имеют очень много кругов. У нас, у нас больше всего бухарские евреи, да? Вот, видите, в Казахстане тоже есть, в Алматы есть. Видите, три группы и они частично перекрываются друг к другу. То есть, есть страны, которые есть и те, и другие. И Сефарды, значит, Мизрахи, то есть. Мизрахи, это Азия, Сирия, Ирак, Йемен, Египет. В Египте есть и Сефарды, и Мизрахи. Вот, Ливан, Ливан, Сирия, вот эти все страны. Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Сирия, Восточная Азия, и китайские евреи, и бухарские евреи есть, и казахские евреи есть, да, то есть, японские евреи есть, и индийские евреи есть, и эти все евреи относятся к Мизрахи. 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 И чем они отличаются? Так как они уже живы в другой культуре, хотя иврит сохранялся языком, ну, как бы, международным евреем, если встречались разные евреи разных стран, то, скорее всего, они могли договориться на каком языке? На иврите. На иврите, да? Вот, и еврит также был языком святым, то есть, там, где осуществлялось служение на иврите. Но сами в быту евреи говорили на разных языках. Вы помните, уже после вавилонского пленения достаточно было одного поколения, чтобы евреи уже забыли свой чистый иврит, да? И говорили на арамейском. Но разница между арамейским и ивритом небольшая, как между русским и украинским, да? Если англичанин выучил русский, он может понять украинский? Ну, так может, да? А в польский уже труднее, да? Да, украинцу легко понять и польский, и украинский, и белорусский, правда? То есть, тому, кто учил более отдаленные языки, труднее ориентироваться. Ну, так же самое происходит и с евреями. Итак, Уашкиназов, Уашкиназов, язык Галута, идиш, 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 это слово юдиш, да? Иудея, идиш, и евреи называют его мамелошн, мамелошн, что? Материнский язык, да? Лошон, это язык, мамелошн, да, это гибрид немецкого языка, причем, готского диалекта, мы говорили вам о готах, на готском, на готском диалекте, сейчас разговаривают швабы, есть такая национальность, в Германии, помните, в Германии тоже есть разные диалекты, да, это маме, первое слово, лошон, лошон, язык, да, материнский язык, это гибрид немецкого языка, причем, я говорил, не северного немецкого произношения, а южного, готского произношения, еще потомки готов, кто? Ост, готы, Ост, Ирланд, Острия, да? Австрицы, австрийцы, и образовался этот язык где-то 4, 5, 6 век, раньше думали, что значительно позже, где-то в 12 веке, 10, в действительности, сравнительно рано он образовался, в то время, как готы распрострадялись по всей Европе, в чем особенность, 80% слов каких? Немецких, 10% иврита, и 10% у наших евреев, русских или украинских слов, да, это ашкеназы, язык мы говорили, какой у них? Идыш, да, Идыш, да, основа 80% это немецкий язык, в начале 20 века было более 9 миллионов, говорящих на Идыш, но большинство их, из этих 9 миллионов, 6 миллионов, что было? Уничтожено, да? Уничтожено, вы хотели спросить? Немецкое, 80% немецких слов, 10% иврита, и 10% славянских слов, да, значит, после Холокоста значительно меньше стало, и практически сейчас очень мало людей, говорящих на Идыш, и в основном ашкеназы говорят на каком языке? На русском языке, да? Сейчас ашкеназы в основном говорят на русском языке. Сефарды, у них язык Галута измененный латинский или испанский, называется Ладина. Я завтра вам дам пример, да, если вы приезжаете магнитофон, вот такой сефарский у меня есть такой ассамбль, который поет на иврите и на ладина. Ладина или испанский? Потому что испанский язык, он по основе своей латинский. Ладино. Латина это латинский, да? Но язык называется Ладино. Ладина. У испанцев была своя латыни. Вы помните, в начале Испания была колония какой? Карфагена. Да? Потом Рим их завоевал. Поэтому там такое довольно смешение языков образовалось. Потом пришли арабы, вот, тоже добавили, да? Да. И вот, в основном сейчас, конечно, там латинский язык в Испании. Ну, есть и арабский, есть и влияние иврита тоже. Так, мизрахи. Мизрах означает восток, да? Это евреи Ближнего Востока и дальше, восточнее. В арабоязычных странах используется арамейский, в Средней Азии это тюркский язык и крымчаки тоже используют тюркские диалекты. Те евреи, которые живут в Китае, говорят на каком? На китайском. Те евреи, которые живут в Индии, на каком говорят? Вот, там много языков. Да, на тех языках, да, ну, в основном, которые... Да. Арамейские самые древние, да? Вот, арамейские... Кто был Авраам по национальности? Арамея. Арамеянин, да? Но он со своей семьей отделился, да, и поэтому со временем еврей стал отличаться от арамейского. Прошло две тысячи лет и завоевали, да, вавилоняне тоже, те же самые арамейцы, завоевали евреев, да? И у них язык какой стал? Арамейский. И современный сирийский язык похож на арамейский, ну, наиболее близко к классическому. Да, я говорю, те, что на Ближнем Востоке говорят, на арамейском, да? Да. Те безрахи, которые живут в Средней Азии, они говорят на тюркских языках, на узбекском, на казахском, там, где они живут, там и говорят. Китай, значит, на китайском, да? Вот. Крымчики, да, крыбчики, это мои предки, они тоже говорят на своем диалекте тюркского языка. Относятся к кипчакскому группе языков, так же, как и казахский язык. То есть, вот такая получается. Для сифарского стиля характерный, можете записать, импровизация и длительные бесконечные вариации. Импровизация и длительные бесконечные вариации. вот когда мы будем слушать испанские мелодии, когда фламенко будем слушать, вот эти все вариации на гитаре, это действительно можно до бесконечности делать. В то же время, ашкенадская свойственная более четкая, как бы квадратная структура напева, симметричность и повторность строения мелодии и декламационный тон. То есть, вот как у нас первый куплет, второй куплет, да, имеется определенное количество строк в куплете, припев и так далее. Это больше свойственно ашкенадскому типу. В Испании, вы помните, под властью мусульман еврейская культура пережила небывалый расцвет, и это имензовалось Золотым веком. Это было и в поэзии Золотой век, и в литургии, в песнопениях, и есть еще в Италии, и в Турции тоже сефарды. Сефарды есть в Голландии, потому что часть сефардов бежала из Испании в Голландию, и есть сефарды и ашкенадзе в Одессе. Вот такие, у которых фамилия Рапопорт, Франко и так далее. Это есть Рапопорт. А? Рапопорт это еврейское. Франко это ревенестическая фамилия. Вот этот Франко ну у нас Франко. Франко, который диктатор, да? Он четко имел еврейские корни, диктатор испанский. И вообще вы помните, что творилось с евреями в Испании, как они пытались замаскироваться, да? Любыми, да, любыми способами. Это было ужаснейшее, это было ужаснейшее время. Поэтому сейчас мы немножко поговорим о средних веках. Средние века, вы знаете, они в еврейской истории были средними, между паршивыми и очень паршивыми. Почему их называют средними? Это период примерно между 500 и 1500 годами. Фактически вы помните разрушение Римской империи, которое произошло чуть-чуть раньше 500 года. Это был один из этапов истории, да? И второй этап это разрушение Византийской империи. Благодаря Юстиниану и то, что у него были хорошие помощники, Византийская или Восточная Римская империя, она никогда не называлась Византийской, потому что в Византии уже не было, был Константинополь, просуществовал еще тысячу лет. Значит, первая дата, да? Мы ставим 500 год, да? По-моему, там 485 год, но мы не будем так, будем округлять, да? Взятие Готами Рима и разрушение Западной Римской империи, да? И примерно 1460, я не помню какой год, тоже 65-й был, в принципе, это разрушение Константинополя, да? Но мы не будем, мы будем округлять. С 500-го примерно до 1500-й год, да? Вот, да, разрушение Восточной Римской империи. Вот эти века получили название средними, и они делятся на первый период до крестовых походов, как говорят, темные века, да? Вот, примерно с VI по X век мы очень мало имеем свидетельств, потому что в это время формировались нации, в это время Европа была практически безграмотной, и трудно определить, какие народы, куда переселялись, поэтому эти века называются темные, и время после крестовых походов, да? С началом первого крестового похода начались гонения на евреев, до этого жизнь евреев, ну так, времена бы была тяжелая, но в общем-то терпимая, потому что позиция Папы Римского изменилась, позиция Папы Римского до крестовых походов была такая, евреев нужно сохранить, чтобы они были образцом для всех, во-первых, это Божий народ, Папа Римский признавал, что евреи Божий народ, несмотря на все, во-вторых, их надо служить, чтобы они служили образцом, что бывает с теми, которые не приняли христианство, да? Вот, насколько они плохо живут, чтобы все на них смотрели, а значит, им хорошей жизни давать нельзя, но жизнь все-таки давать было можно, да? А со времени крестовых походов стало значительно хуже к евреям относиться, в лозунг убей еврея, да? И тебе грехи все простятся. Вы евреи и спасешь свою душу. И начали массовые гонения на евреев. И самые тяжелые гонения во времена крестовых походов были на евреев в Германии. Были уничтожены целые общины. и германские евреи куда переселились? На территорию Польши, да? Вот, это Польша, Литва, после образовалась Единая Государственная Жизнь Посполитопольская. То есть, там евреям хорошо относились. Некоторые короли женились на еврейках, другие давали им различные льготы, и поэтому вот крупным Ашкенатским центром что стало? Польша, Белоруссия и Западная Украина. После какого года? 1095 год, по-моему, первый крестовый поход начался. Я еще раз говорю, я точно вам могу даты называть, когда у меня по конспекту. У меня есть примерно в голове хроника. Для меня главное не запоминание дат. Для меня главное что? Как одно событие истекало другое событие. И поэтому евреи жили в довольно-таки приличных условиях. Да, в Польше они даже у них был ваад, совет четырех земель, они имели самоуправление, то есть жили, они как-то более даже независимо, более даже независимо, даже евреи, которые жили в гетто, они были независимы вот этой феодальной политики. У них было свое самоуправление, пусть маленькое, но свое. И поэтому евреи тоже в Восточной Европе у них наступил своеобразный расцвет культуры. И все кончилось в одном году, в 1648 году. Это легко запомнить, потому что в 1948 году образовался Израиль, в 1648 году где-то продолжалась 6 лет Казахская война, и практически были уничтожены евреи на территории Украины и частично Западной Украины, то есть там, где было оккупировано казахскими частями, евреев практически не оставалось. В процентном отношении было уничтожено столько же евреев, сколько во временах холохоста. Просто тогда евреев было меньше, и вообще населения было меньше, да, в то время. Вот, поэтому мы можем говорить о двух очагах, да, об одном очаге в Испании, и второй очаг начался в Германии, но большая часть культурного очага где находится и по сию пору ваш кинозов? Да, Польша, Украина, Белоруссия. Польша, Украина, Белоруссия. Хорошо, теперь поговорим немножко христианской музыкальной традиции. После Константина служение Богу стало носить официальный характер. Центром служения стала базилика. Базилика, помните, слово базилевс, это специальное здание, которое копировало тронный зал императора. Там на троне сидел император, да, ниже императора кто сидели? Придворные, да, народ, который заходил, он толпился внизу. Вот так же и получилось строение церкви. Значит, находился алтарь, да, вот, находился трон, находилась там на почемном месте мощи, да, Библия, помните, мы рассказывали о православном храме, сколько там языческого было, да, у Константина. и находился священник главный, находились его помощники, как называлось, клир, да, а остальные кто были? Миряне, да, миряне, они не участвовали в служении, но они могли подпевать, но в основном они просто смотрели, как зрители, как зрители. Вот интересно, смотрите, когда священник совершал жертву в храме, он находился, заходил лицом к ковчеву, когда он выходил из храма, да, он как выходил? Лицом к народу, да, да, в католической церкви священник повернулся к народу только вот после реформ 1965 года. До этого католические священники стояли вот на этом возвышении спиной к людям и лицом куда? К алтарю, лицом к алтарю. А первыми лицом к народу повернулись кто? Протестанты, да? Протестанты. То есть, когда славила церковь, допустим, католическая и православная, они стояли и центром служения, что было? Алтарь, да, служение Бог был, да, алтарь и так далее. А протестанты, вы знаете, что протестанты это более такие рационалистические, поэтому центром к чему обращается внимание священника, это что? Люди, люди, видите, оно как бы более гуманистическое, да, протестантское и до сих пор так, если вы замечаете, находится, да? Иногда делали кафедру сбоку, как бы, ну, для чтения проповеди должен был священник стоять лицом к народу, но одновременно он должен был находиться куда? И в сторону, направляться в сторону алтаря. Если вы видите православные храмы, в православных храмах всегда можно определить, где восток, где запад, если даже какие-то развалины храмы и так далее, вы не знаете, потому что восток, алтарь на востоке, да? С чем это связано? С тем, что синагоги в Европе тоже имели определенное направление, и сейчас имеют. Евреи молятся в сторону Иерусалима, поэтому в западной Европе они молятся в какую сторону? на восток, здесь у нас восток, так? Вот, если бы мы ставили по-настоящему синагоги, мы бы молились и куда? На юг, потому что Израиль прямо на юге, так? Море у нас в востоке, мы на западной берегу бухты находимся, так? Хорошо, а евреи, которые находятся в Бухаре и так далее, у них куда? На запад. Вот поэтому есть одна улица в Израиле, и там стоят рядом три синагоги. Ашкенатская синагога направлена к востоку, Караимская синагога направлена к югу, и синагога бухарских евреев направлена к западу. Вот такие бывают интересные вещи. Так, и первые такие пробуждения, между прочим, связаны, интересно, были с женщинами. Одна женщина, Нина, стала дочерью грузинского царя, и благодаря ему приняли грузины. Там есть святая Нина. Грузины приняли. Да. Тамара была царицей, она была уже во времена крестовых походов. А в Балканах была нецета ремиссианская миссионерка на Балканах. И вот она евангелизировала, причем пением, через пение мелодичных песен о кресте. Известная женщина, евангелистка, которая евангелизировала путем пения. Не просто там толкала речи, она пела песни. И распространится Евангелие через пение мелодичных песен о кресте. В средние века развилась отоба готической такой стиль. И вот эти готические соборы отличались хорошей очень акустикой. И церковное пение стало потом постепенно сопровождаться какой музыкой, какого инструмента? Органа. Органа. В 800 году нашей эры под руководством папы Григория, отсюда есть григорианские напевы, помните, основаны были школы по обучению тому стилю музыки, который был общепринятым в церкви на западе, вплоть до протестантской реформации 16 века. Во Франции в конце 11 века добавились гармонии для органа выше и ниже основной линии. То есть, помните, основная нотная линия, да? И более высокие стали добавлены, и более низкие ноты. То есть, нотный ряд расширился. Считалось, что орган имеет свой собственный голос и не должен был аккомпанировать общего пения. Поэтому хор и орган чередовались. Известная нам нотная запись была рождена в 11 веке, когда итальянский монах Гуида Дорецца придумал систему, по которой хор мальчиков мог петь музыку, неизвестную ранее. Этот метод явился основой нотной записи. В то же время в России была совершенно другая нотная система. Она называлась знаменный распев. Знаменный означает знаки. И применялась до записи церковной музыки вплоть до 17 века. И только после 17 века, когда уже появился контакт Европы с Россией, уже Россия приняла при Петре Первом, как вы знаете, много вещей из Запада, в том числе и нотную музыку. И нотную музыку. Один из выдающихся певцов средних веков был Франциск Асиски. Франциск Асиски. Асис. Из города Асис. Он был известен как божий певец. Я вам читал его молитвы, помните? И много очень написал псалмов. И его хвалебные гинны, заимствованные из светской французской музыки, использовались в Италии на протяжении шестисот лет. В его песне были из светской музыки мотивы взяты. Это традиция, которая, как я говорил, я помню, еще была со времен храма. И сейчас продолжается. И это нормально. Если кого-то это шокирует, то вы можете сказать, что такое было даже во времена Давида, да? Хорошая музыка, она всегда хорошая, правда? Хорошо, попереду.